Итоги уходящей пятницы Молодые умы в Бобруйске прошел второй день фестиваля в Итоке Медалей много не бывает Бобруйские инваспортсмены завоевали 40 наград на Кубке Беларуси по плаванию В чем секрет успеха? А также ставка рефинансирования, лес под запретом и централизованное тестирование В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении ЦТ, где их можно забрать В центре внимания экономика в горы с полковами подвели итоги первого полугодия Среди главных тем экспорт продукции, строительство жилья, работа промышленного сектора Так, например, уровень запасов готовой продукции сокращается ежемесячно Сейчас он самый низкий за последние 13 лет Также растут объемы производства, списки передовиков Белшин, Олег, Промразвитие, Бобруйск, Агромаш Большое внимание и к доходам бобручан Здесь тоже положительная динамика В мае уровень заработной платы составил 1101,2 рубля Для сравнения скажу, что к маю прошлого года увеличение превысило 17%, то есть 1175% к маю прошлого года И не могу не отметить, что по темпам роста заработной платы наш город находится на лидирующих позициях Могилевской области По маю мы на первом месте по темпам Что касается июня, по оперативным данным уровень заработной платы составит не менее 1125 рублей В целом, как отметил председатель горисполкома Александр Студнев, за первое полугодие город сработал неплохо Но в то же время обратил внимание, что есть все предпосылки для дальнейшего роста, поэтому нужно продолжать трудиться Задача номер один – сохранение трудовых коллективов и повышение заработной платы Дорога на Олимп В Бобруйске продолжается масштабный фестиваль в итоге Накануне участники познакомились с культурно-историческим наследием города Сегодня в фокусе молодежь и ее идеи Как прошел второй день форума, расскажет Карина Гуревич Второй день форума начинается в театре Дунина Марсенкевича Сперва экскурсия по главному культурному храму города Гостей знакомят с историей, рассказывают об артистах и наградах Теперь официальная часть Участники семинара «Молодежный бренд» предлагают свои идеи От деревянных ложек ручной работы до туристических проектов Нам очень важно, чтобы проекты действительно начинали кормить людей В хорошем плане этого слова, чтобы они видели, что это действительно есть результат И это развитие обязательно к чему-то приведет не только к хобби Поэтому да, если говорить коротко Мы надеемся на то, что будет определенная поддержка И определенное развитие и внедрение И не только авторства, но и коммерции Образование – вторая тема дня Ее обсуждают в самой продвинутой школе города – 34-й Спикеры – педагоги Белорусской Олимпийской Академии Среди вопросов, как прививать детям любовь к спорту, здоровому образу жизни И что нужно, чтобы добиваться результатов в каждой поставленной задаче Не обходят вниманием и внедрение инноваций в сфере Наши планы – побывать в каждой школе Конечно, это сложный проект Пообщаться с каждым педагогом Но самое главное, что управление образования, отделы образования Выстраиваются работу так, для того, чтобы Вот как на примере школы 34-й Можно было встретиться именно с педагогами большого количества Локация под номером 3 – Бобруйска-Громаш Делегаты обсуждают разработку и продвижение региональных брендов Предприятие – самый подходящий пример Здесь знают, как зарабатывать и продавать Благодаря проекту в итоге можно найти какие-то новые контакты Каких-то взаимодействий, чтобы потом продолжать Это потому что, например, сегодня здесь будут присутствовать люди Которые могут поделиться опытом, рассказать о том Как можно сохранить бренд, как его нужно создать Как его запатентовать, чтобы потом не было каких-то проблем Тематика очень интересная Я думаю, мы совместно с… Не только будут присутствовать наши сотрудники Но и сотрудники всех предприятий города Бобруйска Больше 60 человек Мы будем с удовольствием слушать наших лекторов Особый пункт в программе фестиваля – пресс-тур для региональных СМИ Который как раз начинается на Агромаше Предоставилась уникальная возможность увидеть своими глазами Предприятие – флагман нашей республики промышленной Поскольку я освещаю тему сельского хозяйства То было очень интересно увидеть новую технику Также гостей знакомят с перспективами развития и модернизации промгиганта С технологическими процессами и условиями труда Заглядывают в каждый цех – от заготовки до сварочно-сборочного Подобные фестивали – уникальная возможность открыть для себя что-то новое В Бобруск мы только недавно прибыли и еще немного увидели Надеюсь, за эти дни мы увидим достаточно много Потому что работая в маленьком районе, конечно, интересно посещать города такого масштаба Интересно знакомиться с культурой и производством других городов Не обходят участники стороной и выставку «Кола Часу» Которая накануне открылась в художественной галереи Концерт органной музыки – красивое завершение второго дня Бобруск глядат, что он вельми запотребованный Потому что в этом городе завсёды шмат артистов, высокого узровня И поэтому завсёды есть с чем поравновывать Поэтому приезжаешь в Бобруск, мы завсёды рыхтуемся Потому что ведаем, что это публика, якая шмат почула, побачила И поэтому с великой отказностью завсёды относимся до этих концертов А уже завтра пройдет заключительный день форума Эпицентром фестиваля станет площадка вблизи Бобруйской арены По окончанию праздника будут пущены дополнительные автобусы и троллейбусы От остановок Ледовый дворец и Дом связи Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Под градусом и на эмоциях накануне в Бобруйском районе пьяный бесправник угнал автомобиль Сотрудники ГАИ попытались остановить Ситрэн, который петлял по дороге На сигналы инспектора водитель не реагировал А дальше как в лучших традициях форсажа Большая скорость, опасные маневры, езда по встречке и протараненный автомобиль Задержать француза помог хозяин микроавтобуса, который заметил преследование Беглец, ранее судимый житель Барановичей В его крови обнаружили 2 промилле алкоголя Позже выяснилось, что железный конь еще и краденый Теперь мужчине придется ответить по всей строгости закона Только за нарушение ПДД на него составлено 6 административных протоколов По факту угона проводится проверка Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19 За минувшие сутки зафиксировано 1276 пациентов с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 432 388 человек В Беларуси отменили самоизоляцию для приезжих Но только при наличии сертификата о прививке против COVID-19 К слову, полный курс должен быть завершен не менее чем за месяц И не более чем за год до момента пересечения границы Не нужно соблюдать ограничения и иностранным гражданам, которые едут в республику на вакцинацию Но ПЦР-тестирование пройти все-таки придется Славянский базар, вступительная кампания и жаркая суббота Завтра в Беларуси будет до плюс 36 Ждать ли дождь? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Нацбанк повышает ставку рефинансирования С 21 июля ее размер составит 9,25% Как отметил регулятор, в ближайшее время в мировой экономике Инфляционный фонд сохранится повышенным Вместе с тем ожидается, что в странах торговых партнерах Беларуси Она станет постепенно замедляться В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении ЦТ Забрать его можно в пункте сдачи Это должен сделать сам абитуриент Либо его законный представитель после подтверждения своего статуса С собой необходимо взять пропуск и паспорт Те, кто сдают тестирование в резервные дни Смогут забрать документ не раньше 23 июля Напомним, срок его действия 2 года В лесах страны сохраняется пожароопасная ситуация Запрет продолжает действовать в трех районах Могилевской области Бавруйском, Глузском и Кировском Напомним, ограничения также касаются въезда транспорта Кроме юридических лиц Интерактивная карта доступна на сайте Минлесхоза В Витебске кипит фестивальная жизнь Так город Пастеров собрал почти 300 народных умельцев Изделия из соломы и дерева, глины, стекла, кожи и металла Вышивка, куклы, ткачество Переместленники из Беларуси, России, Украины Знакомят гостей с художественными направлениями Среди торговых рядов по традиции можно встретить именитых гостей У каждого артиста есть сувенир куплины на славянском базаре На завтра из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности Ожидается переменная облачность На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди В подельных районах возможны грозы Ветер прогнозируется неустойчив и с порывами до 14 метров в секунду Температура воздуха ночью составит 17-23 градуса выше 0 Днем до плюс 36 Как рыбы в воде, бобруйские пловцы феерично выступили на Кубке Беларуси по плаванию В копилке команды 40 медалей В составе сборной был 21 человек Главная особенность турнира «Инваспорт» с чемпионами встретилась Ольга Васенда На дорожках спорткомплекса «Лесной» отрабатывают свое мастерство юные пловцы Команда «Парабелл» В плане тренировки – различные упражнения Для правильного дыхания, на выносливость, скорость Все они инваспортсмены Для особенных ребят это не признак слабости, а вызов своим возможностям С которыми они справляются на отличном Доказал это и прошедший Кубок Беларуси В копилке команды 40 медалей различного достоинства Награды удалось завоевать в нескольких видах Вольный стиль, брас, комплексное плавание В программе турнира были заплывы на 50, 100 и 200 метров У нас какая специфика есть? В каждой дисциплине выступают все спортсмены с инвалидностью А это разные классы Согласно паралимпийским требованиям у нас 14 классов Это 10 опорников, 3 класса по зрению инвалиды и 1 класс ментальники Из этих 14 у нас в моей команде представлены 8 классов Всего в команде 21 человек Капитан Кристина Ещик Сплоченные и целеустремленные Так она характеризует своих коллег по спортивному цеху К слову, свои медали ребята получают лишь сегодня из рук своего тренера Наверное, единственное соревнование, на котором я не волновалась Ну, я не знаю, с чем это связано Но я вообще стояла, типа, все хорошо, прыгнула Стоит отметить, Кубок Беларуси – это отборочный турнир Быстрые секунды на воде могут стать билетом в национальную паралимпийскую команду Ну, а пока у пловцов подготовка к областным соревнованиям Ольга Васинда, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова